Девочки, ну всё, прибежала с магазина, всё, уже переоделась, запыхалась, села, чтобы вам отснять и показать, что же именно я сегодня приобрела. Была я в трёх, даже в четырёх местах, уже побывала в фикс-прайсе, отсняла вам там отрывочек, то, что я купила. Вот, и сейчас вот уже сходила в Ривгош, в тот магазин называется, Дом Маркет, и в аптеку зашла. И, короче, давайте приступим, что же я приобрела. Зашла в Ривгош, и зачем я туда ходила? Я зашла туда, чтобы купить мицеллярную водичку. Вот такие вот две мицеллярные водички я приобрела. Там была скидка именно на эту Гарниер 40%, но, естественно, как бы не воспользоваться, да? Значит, первое, вот такая вот обычная вода Гарниер, мицеллярная вода, 700 мл. Девчонки, я беру сразу 700 мл. Почему? Потому что взял и забыл всё, и пользуешься, и не знаешь проблем. Мне хватает надолго, вот, как бы, если не соврать, но на полгода точно хватает. Снимает макияж, очищает, успокаивает, уже не раз показывала. Классная-классная вообще штука. Спасаюсь только ей, пользуюсь только ей. И вторую, такую же мицеллярную водичку, тоже от марки Гарниер, взяла в 400 мл. Это водичка у меня для водостойкой туши, водостойкого макияжа, губнушки. Как бы, когда вот чем-то пользуюсь, допустим, если там хорошо снимает, вот, если лаудер, тональную основу, хорошо снимает тушь у меня водостойку. Ну, и помады, допустим, матовые, которые первый раз беру вот такого-то имена. Здесь идёт снимать виды макияжа, очищает, питает с васильковой водой. Мне прям посоветовала там девочка, она, как бы, ну, мы общаемся, когда я захожу в Эвгоше, и она говорит, попробуй её, как бы, не пожалеешь. Макияж двухфазная такая же, перец взбалтывается, и, как бы, пользуюсь. У меня есть маленькая, уже заканчивается. Она на маслах тоже двухфазная, но вот это говорит лучше. Ну, взяла, попробовать тоже было на скидке 40%, почему бы и нет. Ну, просто так, когда в Эвгоше приходишь, естественно, обратно выйти невозможно, потому что была как раз у них двудневная акция, 40-30% на разные марки. Ну, начала я присматривать купную помаду, и всё-таки присмотрела купная помада от марки L'Etoile. L'Etoile L'Oreal, извиняюсь, я их постоянно путаю. У меня в стиле, тон бастилия Изабель Марант. У них вот и новая линейка. Такой нюдовый, интересный цвет. У меня сейчас на губах. Здесь, конечно, освещение очень плохое. Сижу на кухне, сзади меня окошко, шторм на диване расположилось. Всё вокруг себя разложила, чтобы вам всё показать. Ну, такой нюдовый, персиковый нюдовый оттеночек. Вам сводч показать. Вы знаете, такая она приятная, интересная. То есть, как сказать, кремовая, увлажняющая. То есть, ну, не могу сказать, что она стойкая. Ну, иногда, когда от стойки устаёшь, хочется уже как бы нанести какое-то такое увлажняющее. Но здесь ещё, знаете, такой эффект. Не каждому понравится всё индивидуально. Запах такой, знаете, напоминающий вазелин. Даже не... ну, блин, как же его сказать? Мне вот напоминает запах как-то с детства. Он такой вазелинистый немножко. Даже сама текстура, когда наносишь, вазелинистая такая... Не то, что как кремовая, сатиновая. Вот именно что вазелинистая. И... И... Она... Достаточно запах такой вот... С детства вазелина. Так что это не каждому понравится. Ну, была на скидке. Взяла попробовать как бы ничего. Побыла вот в Ревгоше. Ну, естественно, быстро там ничего не получилось. Потому что знакомые есть. Там постояли, поболтали. Про витамины, про молодость, про красоту и всё остальное. Там начали... Ещёнки спрашивают, сколько... Кому сколько лет, кто что пользуется. Какие там уколы, не уколы красоты делали и всё остальное. Ну, как бы так. И уже следом я пошла. У нас есть аптека рядом. Здоров.ру. И там я купила вот такой вот... Лосьончик от Виши. По поводу этого лосьончика. Здесь 200 мл. Нормодерм. Линейка Виши. Это вообще Виши. Марку я... Давным-давно пользовалась. Очень часто. Она мне нравится. Но к ней идёт как определённый эффект привыкания. Поэтому всегда нужно вводить разнообразие. Не то, что там каждый день одно вы делаете, другой день другое вы делаете. Нет. То есть, если вы, допустим, месяц попользовались, там месяц, два, там... То всё надо смену делать и другой какой-нибудь уход внедрять. То есть, чтобы был эффект, чтобы вы чувствовали результат и чувствовали, что идёт эффект. И сейчас у меня закончился, ушла в пустые баночки. Скоро сниму вам видео с пустыми баночками. Там накопилось ужасно много пустых баночек. И ушла у меня пустая тоник, скажите, белорусская косметика, мезотоник. И вот взамен его что-то я решила вернуться и купила этот тоник. Мне он нравится чем? Конечно, он не бюджетный, я сразу говорю. Но, в принципе, расход у него минимальный, хороший. И чем мне нравится, то, что он очищающий лосьон, сужает поры. Это для чувствительной кожи и для проблемной кожи. Вот у меня, я вам говорила не раз, что у меня есть проблемы на скулах, на подбородке. Я как раз для этих целей его купила, ну, чтобы попользоваться. Что-то мне прям очень захотело. Эффект от него, чувствуешь сразу, хороший эффект. Не знаю, может быть, если бы не поменяли формулу, попробую, в процессе вам расскажу. Ну, в принципе, не все вещи мне нравятся. Но вот эта вот линейка мне нравится, очень такая неплохая. Это то, что касается... Присматривался там к кремам и все-таки решилась купить. Хочу, будет у меня отдельная посылка, буду заказывать с сайта iHerb. Сейчас кое-что закончится, и я обязательно закажу. Это то, что касается ревгорш и вот аптеки. Сзади меня лежат рюкзаки, если вы уже успели заметить. Хочу рассказать об них. Не сегодня покупала, покупала несколько дней назад. Были мы в нашем торговом центре «Золотой Вавилон» и искали мужу рюкзак. И нашли вот такой вот рюкзак. Вот такой вот рюкзак. Ну, такой, знаете, в стиле... Ну, пятнистый, как он называется. Вот этот вот рисунок-то, не помню. Вот. И он был на скидке 50% как раз в Черную пятницу. Стоил он без скидки 3200. Мы взяли за 1600... 1650, что ли. Качество отменное. Просто мы сначала в спортмастере прошарились, но там что-то толком не нашли. И, короче, мы так прошлись, прошлись. И случайно туда зашли первый раз, потому что ни разу там не были и купили. Купили вот этот рюкзачок. Форма такая, спинку держит хорошо. Форма удачная. И внутри есть, как бы, там карманы, как бы, да. И вот впереди вот этот вот тоже карман. Ткань вообще такая классная, непромыкаемая, непродуваемая. Все пошив, просто отменный. Это у них, короче, там идет в этом магазине три марки и австралийское направление, то есть с Австралии. Там для горных вот этих вот лыж, то есть, ну, вот эти костюмы там для зимы, то есть для спорта, ну, такое вот все. Вот. И нам, короче, дали при покупке то, что первый раз нам завели на нас карточку, дали нам 500 рублей на следующую покупку. В течение, там, двух месяцев надо ее, как бы, использовать. Говорит, к вам придет письмо на электронку, и, как бы, она уже будет активирована. И в течение двух месяцев вы должны использовать этих 500 рублей, и потом, иначе сгорит все. Ну, что вы думаете? Пришли мы домой. Мой сын, мой сын 14 лет, он увидел этот рюкзак. Я сразу по лицу поняла, что он его хочет. И говорю, ну, хорошо, говорю, я когда пойду, золотой вилон, я обязательно присмотрюсь. Ну, я пошла туда в следующий раз и зашла. Все, скидки еще существовали 50%. Но такой расцветки не было. И я взяла вот такую вот расцветку. Ему мне очень сильно понравилось. Такая она, камера, не знаю, насколько его правильно показывает цвет, потому что у меня на кухне очень достаточно слабый цвет. Свет такой, знаете, серо-голубой. Очень классно. Здесь черная вставка. Все форма такая же, все то же самое. Качество, все то же самое. Это же марка, только догуляться цветки. Ну, я не взяла. Тоже со скидкой она была 50% в 1650. И минус этих 500 рублей еще можно было использовать. И я этот рюкзак взяла за 1125. Я вообще была в шоке. 1125, я помню, заплатила, да? Ну, 1100 там, с копейками. Я была в шоке вообще. Естественно, я его взяла, потому что это рядом не стояло с качеством спортмастера. Я вас уверяю. Потому что мы там все просмотрели. Очень классный магазин. Вот такая вот марка. Показать вам, что, да? Вот. Очень классный магазин. Все здесь как бы то же самое. Ну, вот. Блин, ну, очень-очень удачно все. Но они, долго не думая. Вот, сейчас вам покажу. Долго не думая, взяли и поменялись. То есть, теперь это мужа, а пятнистые отдали сыну. И вот они ходят в удовольствие. Я хотела вам показать. То есть, может быть, кому-то надо. Возможно, как бы это... Я постараюсь ссылочку вниз под это видео оставить. Ну, как бы не знаю. Итак, окей, все с этим понятно. И дальше я пошла в магазин Дом Маркет. У нас находится здесь, в одном и торговый центр. Он такой небольшой. И там, как бы, вот есть этот магазин Дом Маркет. Но там, как бы, смотря на что, ценник, конечно, повыше, чем... Я телефон взяла повыше, чем с сайта, сейчас скажу, фисмарт. Я присматриваюсь к этому сайту, фисмарт.ру. И там хочу кое-что заказать для дома. У меня, как всегда, знаете, перед Новым годом, ну, всегда декабрь, он был таким покупочным. То есть, куча покупок, потому что идут какие-то акции, скидки, то есть, обновления и все остальное. У меня уже, как бы, за правило, за традицию пришло то, что я перед Новым годом всегда покупаю какую-то новую пижаму или домашнюю одежду, или еще что-то. Ну, еще пока не купила, это еще в преддверии. Вот, начнутся сейчас новогодние скидки. Вот. И я хочу... Хотела кое-что обновить у себя на кухне, сделать преображение, прям руки чешутся, очень-очень хочется. И кое-что я присмотрела на этом сайте. Мне хочется ВОК купить. То есть, глубокий ВОК. Он такой непиджетненький, но хочу заказать, купить его перед Новым годом. И кое-что еще там тоже, сковородки. Ну, все, что закажу, вам покажу. И у нас наподобие такой же находится именно вот в этом дом-маркет. Там что-то дороже, что-то дешевле, что-то так же. И есть у них вот именно эта марка, которая мне очень сильно нравится, на ДОБА, которую я хочу заказать именно там, сковородки и кастрюльку. Ну, все-все, что угодно. И я купила там два ножа. Вот один еще упакованный. Вот так вот сейчас я вам покажу. Не порезаться еще. Такой вот ножик. Ну, на ДОБА. Да? Вот. Значит, первый нож я купила. Он, значит, идет нержавеющая сталь, 14 сантиметров. Вот такой вот нож. Мне очень сильно хотелось, чтобы он был сплошной, чтобы не была отдельная ручка и такие черные вставки. И вообще я хотела ножи все в одном стиле, все в одной расцветке и одной марке. Мне много ножей не надо. Я не профессионал на кухне, я не повар. Но я люблю, когда есть, как бы сказать, не все разнообраз, а что нормально. Мне нужно всего там три ножика. Вот первый ножик, это универсальный, 14 сантиметров. Я его там купила. Цены не буду говорить, не помню, потому что, к сожалению, выкинула чек, машинально выкинула. И второй я купила ножик для овощей 10 сантиметров. 10 сантиметров. Вот он такой вот, 10 сантиметров. Ну, у них здесь универсально все это наконечник вот такой вот снимается. Вот он такой же, в этом же стиле, 10 сантиметров. И я хочу еще третий нож. Либо, я думаю, вот я думаю, может быть, вы мне посоветоваете, скажете, какое лучше. Либо разделочный 20 сантиметров, либо поварской 20 сантиметров тоже. Но разница в том, что у них разделочный практически такой же, но чуть-чуть вот он так вот пошире, ну, 20 сантиметров. А поварской он вообще вот такой вот широкий, да, там как бы шинковать, там, допустим, лук, еще что-то. Но я вот не знаю, какой лучше выбрать, чтобы, допустим, там, мясо резать, как бы, или там разделывать, допустим, опять же, там, бедро разделать на кусочки. Я не знаю, вот какой лучше, я еще с этим думаю. И к этим ножам я сегодня приобрела такую штуку. Очень сильно хочу. У меня ножи вообще в столе находятся. Но я хочу их вытащить, поставить листов, сделать немножко там реформацию. И я купила вот такие вот соломинки, специально, чтобы сюда вставлять ножи. Вот такая вот расцветка. То есть здесь такая, знаете, классная расцветка. Здесь машина, и дальше идет бар, написанная, и дальше идет мотоцикл. Такая вот классная расцветка. И вот так вот вставляются ножи. Вот так они будут стоять. Ну, как бы три ножа. Не три ножа, а вообще за глаза. Вот куда еще больше-то. У кого-то там может быть набор. Мне наборы не нравятся. Мне нравится качество ножов. А если набор классный покупать, он такой-то дорогостоящий. Дешевле купить раздельно. Ну, такой вот ножик, вот такой вот ставить сюда. Увидите на моей кухне, когда буду что-то снимать, какую-нибудь готовку увидеть. Очень давно это хотела. Прям очень и очень. Еще купила вот такую вот салфетку, сервировочная, 30 на 45. Но я ее взяла на микроволновку. У меня такой же расцветки микроволновка. Мне очень так понравилось. Она такая, знаете, здесь такое качество, знаете, чтобы можно было легко протирать. То есть это материал ПВХ написано. Но это не тряпочная, а специально клеенничная такая сторона. А здесь сторона как бы матовая. Ну, вот так вот матовый ложишь. И вот такую вот штучку взяла, увидела, чтобы сменить. У меня уже старая, чтобы все это выкинуть. Вот. Дальше взяла вот такую вот... Ну, идет дешевая. Специально сюда хочу. Вот у меня на раковине стоят мыющие средства. То есть мой амоз для мытья посуды. Аус. И это... Средство жидкое, допустим, я там, когда замачиваю сковородки, если надо, чтобы она отслоилась, какая-то прожарка или какой-то там прогоревшие вещи. Вот хочу сюда поставить, чтобы нормально они стояли в этой штучке. И также я на смерть взяла, хочу старье свое выкинуть. Вот такую вот... Вот такую вот красоту. Ну, это марки Домео. Шумовка 35 сантиметров. Ну, когда там племенье варить, еще что-то доставать. То есть здесь она металлическая, нержавеющая сталь идет. И такая вот ручка. Удобная, приятная. То есть такой вот цвет интересный, да, красивый. В общем, мне понравился цвет. И тоже хотела, чтобы все было в одном направлении, равной расцветке. Вот. И лопатку, значит, такую вот взяла 35 сантиметров. Сантиметров написано. Лопатку почему взяла металлическую? Потому что все мои теперь, которые новые, я буду заказывать сковородки. Часть сковородки я уже выкинула. Немножко там оставила. Ну, когда придут взамен им новые, их все выкину. Хочу поменять все сковородки. Я ставлю только там одну сковородку, гриль. И мой набор этих кастрюль, они в хорошем состоянии. То есть, к ним просто одну кастрюльку докуплю, и все. И вот новые сковородки, там будет пятислой на одни, и на них можно пользоваться металлическими такими лопатками. Поэтому как бы и взяла. Обычно у меня лопатки были все пластмассовые. Смотрела на силиконы, вы знаете, ну, блин, не хотела. Что-то как-то, не знаю, не хочу. И они такие, как бы матовые, как хромер, хромко будут, да, так интересно смотрится. И половник. Вот с половником у меня, беда, у него уже давно нету. Вот где-то он сломался, выкинули его. 32 сантиметра половник, да, для супа, для щей, то есть тоже все. Чтобы все было в одном направлении, в одном расцветке, как бы сейчас немножко хочу преобразить кухню. Ремонт я делать не буду, конечно же, потому что нет смысла. Ремонт я уже буду делать с новой квартирой, но это как бы уже будет не так близко. И поэтому немножко преобразить, немножко как бы обновить, чтобы было повеселее. И я люблю обновлять. Вот еще не купила вилки-ложки, смотрела-смотрела, и так и не решилась. Сейчас немножко хочу на эту фисмерт посмотреть, что там есть. Ну вот такие вот все у меня были покупочки, которые я хотела вам показать. Рассказывайте, что именно, тоже какие-то, может быть, советы есть, как вы обновляете кухонные приборы, вообще кухню, чтобы нам на кухне было веселее готовить, и в радость. И вообще, когда новое, что-то приобретаем, новое появляется, то всегда хочется что-то стряпать, что-то делать, что-то готовить. мне кажется, это как бы у каждого, у каждого такое есть, есть стимул, есть такое афорийное состояние, то есть стремление. Я очень хочу вот этот волк, и сделаю там попробовать плов, и говорят, вообще просто офигительно получается. Ну, это, пожалуй, все, что я хотела вам рассказать и показать. И я очень рада, что вы зашли на этот канал, за то, что вы просматриваете мои видео, мои ролики, подписываетесь. Девчонки, вы не представляете, насколько для меня это очень важно. Когда я вижу вновь подписчика нового, который приходит подписываться на мой канал, я радуюсь, как девчонка малолетняя. Я не знаю, у меня такая, существует такая радость, потому что каждый подписчик, каждый мой вновь приходящий, человечек, он для меня очень ценен и дорог, поэтому спасибо вам большое за вашу поддержку, за ваше понимание. И я очень буду рада вас видеть вновь и вновь и вновь. Всего хорошего вам, здоровья, красоты, любви, ведь мы самые обаятельные и привлекательные. Пока-пока. Всего хорошего. До новых встреч.